Давайте вспоминать, как встарь в суде с пером гусиным секретарь воткнул перо в парик и стала сразу с ним схожа героиня этого рассказа. И стиль у нашей птицы секретарский. Окрас весь выполнен в классических тонах. От главы к хвосту темнее и темнее, а ножки тоненькие в черненьких штанах. На тонких ножках, но с массивным телом. Головка маленькая, а на ней довольно смело 12 черных перьев помещается. Индейцев украшение получается. Топтится в профиль вылитый орел. Орлиный клюв изогнутый, глаза огромные, с оранжевой подводкой. В них состраданий не видна слеза. Она считается довольно крупной птицей из-за огромного размаха крыльев. Хоть роста метра полтора и в весе пару килограмм не добрала. Героиня и похожий на нее герой стоят вверху цепочки пищевой. Подобны цапли длинноногой, идут, однако, собственной дорогой. В своем семействе эксклюзивный вид, а в родственниках только хищники. Орланы, ястребы, орлы. Других пернатых там не сыщете. Так кто же это? Цапли, лагар? Нет, это птица, птица-секретарь. Живет она южнее Сахары, использует для пропитания пожары. Когда случаются природные явления, она выходит на охоту и контролирует зверюшек появления, бегущих прямо в рот к ней. Известно широко пернатая, как истребитель разных змей. Гадюка не страшна и ядовитая, и уважаема за то среди людей. В охоте разные приемы применяет. То крыльями похлопает, шумит, ногами постучит и жертву выгоняет. Потом зигзагами вдогонку побежит. У змейки началась дезориентация и закружилась сразу голова. Ее настигнет птица хищным клювом. Удар ногой, крыло, как щит, всегда. Летает птица-секретарь прилично. Особенно самец над самкою парит. Но большую часть жизни, как обычно, она проводит на земле, где ест и спит. Пернатая относится к кочевникам. За сутки 30 километров могут одолеть. Все в поисках еды. Они прожорливы и рацион большой должны иметь. В него войдут и черепахи, грызуны, и ящерки, и насекомые. Поймает зайца, саранчу, ежа, шагая по саванне не спеша. Секретари обычно моногамны. Живут всю жизнь в одной и той же паре. Гнездо на дереве устроят, в диаметре оно большое. И каждый год гнездо они подправят, к нему вернутся, если далеко. Оно построено из толстых веток. Вот вывести потомство нелегко. Обычно трое птенчиков бывает. На них охота постоянно идет. А часто корма всем им не хватает. Один лишь птенчик остается и живет. Секретари друг с другом очень нежны. Невзгоды, радость делят пополам. Всегда вдвоем. Самец поет. А в песне то и рычание с карканем. Любовный террорам. Так необычно и прелестно. Курьезно иногда и грациозно. Огромные с ресницами глазища. Ну где еще такую птицу сыщешь? В двух африканских странах на гербе. И вроде почитают. Но в беде давно уж секретарский род. И в красной книге запись есть не первый год. Считается ее витуязвимым. И люди рушат все неумолимо. Врываются они в природный рай. Где сеет хаос, смуту и раздрай. А если познакомиться хотите вы с этим хищником-пернатом, ее в Москве найдете, в зоопарке. Спешите. Может стать и поздновато. Парка. Парка. Спешите. Продолжение следует. Продолжение следует...